Почти 150 лет назад с центральной гавани Кронштадта начал свое кругосветное путешествие корвет Витязь. Помимо прочих важных задач, он должен был доставить Николая Николаевича Миклуха Маклая к берегам Новой Гвинеи. Именно этот факт навсегда оставил в истории имя этого корабля. А что знают наши соотечественники о Николая Николаевича Миклуха Маклая? Миклуха Маклай. Говорит, но я не помню, что он открыл. Да, я слышал имя, как слышал на слуху, а как сказать тоже не смогу, наверное. К сожалению, у меня о нем ничего не помню. Ну да, я знаю, даже анекдоты знаю. А какие? Ой, лучше не надо. Я не занимался этими изучениями его биографии, поэтому сказать трудно. Что слышал о таком? Просто имя и фамилию. Он был последним в истории науки натуралистом широкого профиля. Этнограф, антрополог, биолог, путешественник, изучающий коренной население Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании. Он был первым из европейцев, жившим среди людей каменного века на острове Новая Гвинея. И доказавшим, что все люди, вне зависимости от расовой принадлежности, относятся к одному виду. Его теория о равенстве рас раз и навсегда остановила возможность распространения работорговли по всему миру. А знают ли что-нибудь сегодня наши современники о тех племенах, которые изучал Николай Николаевич Миклуха Маклай? Скажите, пожалуйста, кто такие папуасы? Дикарское племя. Знаешь, что негры? Ну, это маленькие такие. Ну, какие-то аборигены, жители Африки. Грубо говоря, африканцы, которые живут на островах. Они такие дикие ребята. А в какой части света они живут? Ну, тут я слабоватый, хотя я учился. Может быть, в Латинской Америке? Не уверена. В Африке? Точно вам не смогу сказать. Пошел где-то в Южной Америке. Скорее всего, в Индии. Где-то там. А каких русских путешественников вы знаете? Наверное, тоже не смогу ответить. Сходу не скажу. Надо немножко подумать. Ну, так я на этот не смогу ответить вопрос. Надо подумать, конечно. Не знаю. Честно. Ну, вообще-то я по географии не очень, да. История России состоит не только из войн, революции и героической борьбы. Есть в ней известные музыканты, деятели культуры, писатели, а также путешественники и великие гуманисты. Их имена и деяния не должны предаваться забвению. А потомки должны не просто знать и помнить их, а всецело пользоваться плодами их трудов, понимая их важность в формировании современного мировоззрения, ощущая себя в пространстве и времени единым народом, одной страной. Главная задача Фонда сохранения этнокультурного наследия имени Микуха Маклея – организация ежегодных этнографических научно-познавательных экспедиций по регионам России, а также международных экспедиций на остров Новой Гвине и другие удаленные уголки нашей планеты, связанные с русскими, российскими и советскими учеными и исследователями, показывая всему миру позитивный образ России, мы будем регулярно посещать с научными сотрудниками Новую Гвинею, продолжая исследования, которые до сих пор актуальны, сохраняя наследие Маклея, которого до сих пор помнит, любит в этом малоизученном уголке нашей планеты. Планируется создание музея имени Микуха Маклея, где помимо экспозиции, посвященных великому ученому, будет рассказываться и о России, как о родине Николая Николаевича, и как о стране с многонациональным населением. Этническое многообразие – то общее, что есть между нашими странами. В Папу-Новой Гвинеи проживает около 700 племен, разговаривающих на разных языках. В России 193 национальности и уже 30 официальных языков. Задача экспедиции по России – изучение ознакомления россиян с уникальной и самобытной культурой коренных жителей регионов нашей страны, с их обычаями, обрядами, народными промыслами, национальной кухней и удивительными природными особенностями. В ходе этих экспедиций предполагается и просветительская работа, организация встреч с жителями городов и поселков, где будет рассказываться о Николае Николаевичу Миколухомака и его теории равенства рас и о ее актуальности в современном мире. Во время экспедиции будет собран значительный фото и видеоматериал, который в дальнейшем будет использован для создания фильмов, выставок, а также передан в Музеи России. Разумеется, значение этих экспедиций современных уже по следам своих предков имеет, конечно, значение популяризации, как, собственно, тех личностей, которые когда-то путешествовали, так и сохранению памяти об их делах, которые, конечно, должны поднимать какие-то патриотические настроения в стране. Надо гордиться своими предками. Если такие путешествия, как то, что задумывает Николай Николаевич, смогут хотя бы показать людям, что люди разные и не надо всех ломать через колен, это будет победа. Ничего не случится, если эта экспедиция не будет, абсолютно. Но будет очень хорошо, если она состоится. Таких экспедиций должно быть, ну, в общем, много. И вот эта вот первая экспедиция — это только самое начало, которое восстанавливает и утверждает приоритет русской науки. Когда в XIX веке, например, корабли русского флота посещали всякие далекие края, то это называлось «показать русский флаг». А вот эта экспедиция своего рода покажет современный российский флаг. То есть, что сохраняется преемственность традиций в изучении этих территорий, в дружеском отношении русских к коренному населению океании. Это, по-моему, очень важно, и мне остается только пожелать от души успеха этой экспедиции. Думаю, что это важно и актуально, потому что, во-первых, хорошо бы освежить память жителей нашей страны о том, кто такой был Николай Николаевич Миклов Хомаклай. И какой, не побоюсь этого слова, он научный подвиг совершил. Само по себе проект, посвященный Николаю Николаевичу Миклов Хомаклаю, будет длиться. Он будет приносить определенные плоды, научные плоды, научно-опознавательные плоды. Он будет приносить в том числе информацию о деятельности российской науке этнографической. Предполагал бы, что, наверное, вы найдете какие-то неподнятые пока информационные материалы о том, что можно было бы передать нашим туроператорам. Что именно на той территории, где вы будете проходить, на тех территориях, что именно можно было бы использовать для того, чтобы туристические компании подняли на счет. КОНЕЦ